Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Психология-21». Сегодня я приглашаю вас к участию в разговоре на очень важную, интересную, интригующую тему «Необычное состояние сознания». Молитва, творческий акт, вдохновение, состояние экстаза или транса или состояние адового огня – это все тоже необычное состояние сознания, с которыми мы сталкиваемся буквально на каждом шагу. Любой человек, он тянется к воссоединению с тем, что мы можем назвать Богом, мы можем назвать абсолютным разумом, мы можем назвать Вселенной. Глубокое погружение себя и прикосновение к тем сторонам своей души, которые вне доступа в обыденной жизни. Но к этому еще нужно прийти. Интересен здесь еще сам путь. Мы продолжаем разговор о необычных состояниях сознания. И мы хотим поговорить сейчас о дыхании. Вообще это, конечно, абсолютно мистическая вещь, потому что мы дышим, и многие не отдают себе отчет, что совершается нечто очень важное, нечто очень мистическое, загадочное. И вообще, ну как бы вот дыхание – это и есть связь человека с Богом, с космосом, с самим процессом жизни, потому что попробуйте не дышать, ну дальше не буду говорить. Но и дыхание – это очень глубокая тема. Конечно же, интересно, что вы об этом думаете, и прежде всего не только о обычном процессе дыхания, но, наверное, и вот о том загадочном, о том необычном, с чем можно столкнуться, когда ты проникаешь и начинаешь овладевать особыми приемами дыхания, ну такими, как медитация или молитва. Я читал вот такой труд, базовый труд для православия, вот «Добротолюбие», да, это несколько томов, которые там были написаны, по-моему, в VI веке афонскими монахами православными, старцами. Ну и там вот рассказывается о том, как надо дышать, произнося Иисусову молитву. И я был абсолютно потрясен, когда увидел сходство вот того, что рекомендовали афонские старцы с пранаямой, со способами дыхания в йоге. И, наверное, в этом нет ничего удивительного, да? Как вы считаете? Ну нет ничего удивительного прежде всего в том, что связанное дыхание, то есть дыхание ритмичное без паузы, оно присуще нам от природы. И это очень важно. Так дышат дети, так дышат животные. И вся неприятность заключается в том, что когда мы вырастаем и социализируемся, мы делаем паузы между вдохом и выдохом. Можно метафорически сказать, что это наш страх, когда мы замираем, и можем замирать вдохнув, можем замирать выдохнув, и мы теряем способность целостного восприятия мира. Но когда человек начинает опять дышать связно, то он фактически себе возвращает целостный взгляд. Как мы дышим, так мы живем. Дыхание – это некий энергообмен с миром. И вдох – это принятие энергии от мира, выдох – это отдавание. А пауза между вдохом и выдохом – это пауза в энергообмене. И мы можем осознанно дышать, мы можем включаться своим вниманием в акт дыхания. Мы, если забудем о том, как дышать, мы не умрем, мы все равно будем дышать. И многие современные психотехнологии, они как раз построены на дыхании. Получается, что вот эти остановки, Герман, о которых вы говорили, это, может быть, дышишь непрерывно, и ты живешь, а вот эта пауза – это маленькая смерть, нет? Да, можно сказать, что это маленькая смерть, это хорошая метафора, удачная. Я вообще считаю, что какое наше эмоциональное состояние, так мы и дышим, и иногда мы волнуемся, иногда мы боимся. И, как уже Марина сказала, что возникает какой-то стресс, возникает какое-то яркое впечатление, у нас возникает замирание, возникает пауза в дыхании, на вдохе, на выдохе. И есть прямая взаимосвязь между состоянием и дыханием. И в современных психотехниках мы как раз можем вот эту взаимосвязь раскрыть в терапевтическом контексте, в контексте самопознания. У меня был случай, когда, ну, где-то у меня было 13-14 лет, и я был очень напуган. Ну, была просто такая ситуация, ну, просто ужасно было, да, я был ужасно напуган. И вот тогда я понял, что такое, когда страх останавливает дыхание. И я ничего не мог сделать, я не мог сказать ничего, я не мог крикнуть. А ситуация была такая, что надо было бежать, да, надо было как-то... Был парализован, и прежде всего дыхание было парализовано. А потом, через какое-то время, у меня возникла бронхиальная астма. И я несколько лет, вот, будучи подростком, был болен бронхиальной астмой. И потом она, что там, не пытались, как это лечить, потом она сама по себе прошла в результате тоже вот некого стресса. Ну, я могу поделиться, что у меня был поленос, это аллергическая реакция на пыльцу, и с помощью связанного дыхания я смогла преодолеть это очень неприятную... Ситуацию? Да. Но вот как? Как? Что происходит? Какие чудеса вот случаются? Кстати, в моём случае тоже было некое чудо. Я со школьных времён страдал одышкой, и в моём роду были астматики. И так получилось, что в начале 90-х годов я познакомился с дыхательными технологиями, в частности, с техникой ребёфинг и техникой холотропного дыхания. Когда я стал практиковать дыхательные техники, одышка исчезла, и пришло осознание, откуда у меня эта одышка. То есть сами эти практики, они не только избавили меня от болезни, они дали мне некое понимание, что это такое. А что, вот откуда? Интересно. Я для себя пользуюсь... Говорят, что даже, может быть, из опыта прошлой жизни такие вещи случаются. Это, наверное, из родового опыта. Потому что всё-таки я же член семьи, в которой есть определённые сценарии жизненные, и я постоянно пребываю в плену этих сценариев. И я понял, что в ряде случаев я не хочу жить в этом месте, в этих условиях и вот в таком качестве жизни. И я же не могу ничего сделать с этими условиями, я ничего не могу сделать с тем пространством, в котором я живу. Всё, что я могу сделать, это сделать что-то с собой. Изменить себя, да, а не окружение. Но так как я не могу изменить окружение насильственно, я могу только разрушить себя. И вот это вот саморазрушение, это будет способом выхода за пределы того, в чём я не могу быть адаптивен. И когда я понял, что вот это вот ограничение в дыхании, это моё бегство от реальности, с которой я не могу справиться, меня начало отпускать. Потому что я принял это как вот... То есть само понимание, да? Понимание и, наверное... И плюс ещё вот эти техники. Собственно, сами техники, конечно. Герман, а что такое, вы упомянули, ребёфинг? В принципе, ну, конечно, там те, кто интересуется, ну, как минимум слышали, да, вайвейшн, ребёфинг, свободный дыхание, холотропный дыхание. Вот можно коротко там сказать? Ну, коротко можно сказать. Какова суть вот этих разных техник? Есть ребёфинг, есть вайвейшн, есть трансфункционное дыхание, есть свободное дыхание, есть холотропное дыхание. Хорошо. Вот что такое ребёфинг? Ребёфинг был внесён как термин таким человеком, как Леонард Ур. Он очень много занимался самоисследованием. У него не совсем простая жизнь. Он практиковал йогу в Индии. И, вернувшись в Штаты, он совершенно случайно для себя открыл то, что помощью вот такого дыхания, которым он учился в Индии, а это была отдельная пранаяма, испытать опыт своего рождения. Он был потрясён этим. Это какая-то всё-таки технология дыхания? Да, это технология дыхания, когда человек дышит без паузы между вдохом и выдохом, без музыки. Собственно, осознанное связанное дыхание. Ну, это было очень тяжело. И в этом смысле... Но это не какой-то специальный ноу-хау, я так понимаю. Это просто пранаяма, да, использованная дыхания? Да, которую Леонард Ур поместил в новый контекст. Для европейского человека, которому не хватало инструментов для того, чтобы развить... Мы всё время возвращаемся к Грофу и к Индии. Да, совершенно верно. И Леонард Ур как раз хотел сделать эту практику современной духовной практикой. Он даже говорит, что это духовная практика. И она сделана специально для... Не дыхательная, а духовная. Она и дыхательная в том числе. Давайте просто разделим. Есть дыхательная практика, применяемая как способ терапии, когда человек застревает в социальном неврозе, о котором рассказывал Герман между «я хочу» и «я должен». И когда он попадает в этот внутренний конфликт, у него нет ресурсов для того, чтобы разрешить, дыхание помогает ему расширить своё видение самого себя, и он переходит на тот уровень, когда он сможет разрешить этот конфликт. Без конфликта с обеими сторонами. Ну, то есть, фактически, вот он находит третье решение, как будто из третьей переменной. А есть то, когда дыхательная практика может быть использована как способ своего самоисследования. И тогда мы включаем йогу, мы включаем випассану, мы включаем практики, которые дисциплинируют. Но это немножко другое. Дыхание огня, да, это же тоже вот… Это из йоги? Да, это из йоги. Это один из базовых методов дыхания в кундалинии йоги. А вы занимались, да? Да, я занимаюсь. И этой техникой дыхания огня? Да, я каждый день делаю… Ну, вот слабого, как бы, сможем мы сейчас вот показать, как… Да, конечно, запросто. Ну, показать и чуть-чуть сказать, вот что за счёт такой техники достигается. Потому что, на самом деле, тоже пробовал, потрясающе, но вот не могу себя заставить регулярно этим заниматься. На самом деле, я рекомендую всем заниматься этим каждый день по мере возможности. Потому что это можно делать даже находясь в ванне, там, принимая ванну вечернюю, или просто сидя за компьютером, дать себе такую вот минутную. Даже минуту она это уже будет полезной. И делается она элементарно. Так. Втягиваем живот, и на выдохе, втягивая живот, делаем выдох через нос. Это выдох был или вдох? Это был выдох. Выдох через нос. Для того, чтобы это легче попробовать, я предлагаю положить ладонь на живот. И когда мы делаем вдох и выдох через нос, и втягиваем живот. Выдох и втягиваем живот. Георгий, ну вы, наверное, мастер в этой технике. И довольно интенсивно. Вот мастер. Здорово. О вдохе мы не задумываемся. И что происходит? Что полезно? В чем, во-первых, для организма польза какая? Во-первых, идет такой самомассаж всех внутренних органов. Это очень важно. Это очень полезно. Улучшается кровообращение. Потом. Живот – это центр тела человеческого, если посмотреть. Идет активизация энергии и разогрев тела, начиная с середины. Это тоже очень полезно. И еще такой момент. Если мы добавляем сюда немножко медитации, допустим, концентрации на какой-то точке, или закрываем глаза, концентрируем внимание. То есть вы закрываете глаза, вы расслабляетесь и концентрируетесь одновременно. И вот идет это дыхание огня. Почему оно называется дыхание огня? Кто-нибудь знает? Потому что разжигается внутренний огонь. Мы еще находимся в неком непрерывном потоке бытия. Дыша таким образом, без пауз, опять же, между вдохом и выдохом, мы находимся в этом непрерывном потоке. Здесь и сейчас, как говорили на Востоке. И наше сознание, наш ум не отвлекается на прошлое и будущее. Мы пребываем в этом моменте, и можно сказать, что мы счастливы. Да, замечательно. Давайте вернемся и все-таки опишем, что такое вайвейшн. Так вот, Леонард Уорг, когда стал преподавать ребёфинг как технику рождения вновь, она была очень популярна, у него было огромное количество семинаров по этому поводу. Его ученики, Джим Леонард и Филлаут, они задались целью сделать это более мягкой техникой, адаптированной, потому что каждый человек мог 5-6 часов, преодолевая мышечную титанию, когда руки и ноги вот так вот сводят, приходить всё-таки к прекрасному состоянию осознанности. И Джим Леонард предложил технику вайвейшн, которая включала всего-навсего 5 принципов, но оно свело этот процесс к часовому дыхательному процессу, который уже мог быть показан любому человеку, который может дышать. В ребёфинге всё-таки есть ограничения, для кого это показано, как и в углотопном дыхании. А вайвейшн – это техника, которую могут применить дети, пожилые люди. И у него очень широкий спектр. И вайвейшн включает в себя принципы, когда человек отслеживает расслабленность тела, когда он внимателен к любому переживанию телесного в своём организме. А техника какая при вайвейшн? А техника, в отличие от ребёфинга, она обязательно включает релаксированный выдох, как будто вы вдыхаете само собой. Есть вдох, да, такой вот вдох. И мягкий расслабленный выдох. Это напоминает прилив и отлив. Ну, поэтому название такое, да. Ну, вайвейшн – это оживление. И человек может даже не задумываться, что именно он решает. Что он получает в конце? Он получает настолько хорошее состояние, что в этом состоянии, в отсутствии напряжения, он понимает, как решить его проблему. То есть, вот когда мы говорим о необычных состояниях сознания, вот в результате этих техник оно именно и возникает, да? И дыхание, как бы, оно может тебя ввести в состояние транса или экстаза, и может тебя ввести в состояние полной расслабленности, да? И вот… И я бы сказала, что в состоянии полного внимания, потому что когда мы дышим связанно, я всё-таки вернусь к детям. Детки-то воспринимают мир целостно, и когда человек дышит всё время связанно, он не теряет ни одной детали окружающего мира. Вы понимаете, насколько это хорошо? И чтобы мне сказать, выгодно, вы можете заметить, что у вас происходит за спиной, что происходит впереди, как вы чувствуете себя сейчас, правильно чувствовать другого человека. Это бездна. Кстати, я ещё сейчас вспомнил, что вот в боевых искусствах тоже очень важно дыхание, да? Конечно. У меня есть хороший пример, как я применяла технику вайбейшн. Я только познакомилась с этой практикой, я познакомилась с ней на семинаре Германа. И случилось так, что через два дня я попала в Питер и пошла в Эрмитаж, и мне пришла в голову идея попробовать подышать, ходя по Эрмитажу. Видя на вот эти вот прекрасные картины. Я пошла в любимый зал, художники Возрождения, и я начала связанно дышать. И действительно, как говорит Марина, да, это всё именно так. Ты отслеживаешь окружающих людей так, чтобы не напугать вдруг, да, что ходит человек, тот как-то дышит. Странно. А фокус внимания очень широкий. Я отслеживаю своё тело, как я себя сейчас чувствую. И, что удивительно, я эти картины видела так, как я никогда до этого их раньше не видела. Можно сказать, что... Казалось бы просто. Казалось бы просто. Преобразились краски, преобразился сюжет даже. То есть это был удивительный опыт для меня. Еще одна практика, она была инспирирована, придумана замечательной женщиной Сондрой Рей. Это и ученица, и коллега Леонардо Ура. Эта практика называется очень красиво. Тренинг любящих отношений. Или LRT, по-английски Loving Relationship Training. Это связанное дыхание глаза в глаза. И когда вы находитесь в паре, и вы находитесь в процессе связанного дыхания, и вы на выдохе говорите, я люблю тебя за... Вы знаете, это такие откровения. Ну и озвучивите за что. Да, потому что вы уходите от стереотипов. То есть это опять проход сквозь персону, когда я хочу сказать, о, Герман, какой ты замечательный, так сегодня прекрасно выглядишь. Или я буду смотреть глаза в глаза, дышать и сказать, я люблю тебя за то, что ты такой хороший. Я люблю тебя за то, что ты такой классный. Я люблю за то, что ты бываешь такая... Бяка. И за это я тебя тоже люблю. То есть человек может... Вот, Герман Сауэль, вы вообще как? Это семейная пара? Практикуем иногда подобные теории. Бывает. Бывает, да. Ну, как правило, мы эту технику демонстрируем, и также ей занимаемся на семинарах, которые совместно ведем. И я бы еще хотела такой предложить момент для рассмотрения. Похожая же техника используется с зеркалом. Да. Конечно, глаза с самим собой. Но это уже наша русская техника, она вот... Когда совсем не с кем подышать, глядя в глаза. Иногда это даже жестче. Вы знаете, тяжелее всего в зеркало искренне сказать, я люблю тебя. Это самое тяжелое. Или рассмеяться искренне... Себе сказать, да? Ну, вы знаете, я какие-то вот такие тоже пробовал. Очень любопытные техники. Ну, это Оша, да? Это мистическая роза. Вот когда, например, я вот глядя в зеркало, там на протяжении 15 минут смеялся. И были моменты, вот действительно трансовые, когда мне действительно было безумно смешно вот смотреть на себя. Искренне. То есть я в какие-то моменты заставлял себя, но было так, что я просто от души заливисто смеялся, глядя на эту рожу. Знакомо? Да, конечно. И мы с Германом... Бывает такое, что мы это используем. Мы дома просто для себя. А смех-то ведь тоже, в общем, одна из техник дыхания? Или плач? Да, потому что и смех, и плач, это как бы разные грани одного и того же. И это форма эмоционального отреагирования. Это форма... Ну и освобождения, да? Конечно, да, отреагирование и освобождение. Освобождение, безусловно. Мы ещё одну, по-моему, технику... Техника, которая красиво называется «Свободное дыхание», это порождение нашей российской действительности, потому что всё то, что мы сказали, собирается в этой технике и позиционируется не как отдельный процесс, а как дыхание нон-стоп 24 часа в день. А мы разве не так дышим? Осознанно связано? Мы не осознанно дышим. Нет, мы забываем так дышим. А это связанное дыхание, связанное дыхание... Ну это я специально. ...сослеживание себя, там, с расслаблением, с гибкостью контекста, с активным доверием, пониманием, что если это происходит в твоей жизни, значит, это имеет смысл. Ну это, наверное, невероятно трудно. Ну невероятно полезно. Сначала можно стремиться осознанно дышать. Это сначала звучит как что-то такое очень дикое, но на самом деле практика. И во время практики человек учится осознанно дышать. Ну вот вы проходили все, наверное, эту практику, да? То есть вот вы мне советуете, я не проходил, и у меня ощущение почему-то, что вот, ну меня хватит, там, я не знаю, на час, на два, но не больше. Вот осознанно дышать. Ну можно с определенной периодичностью забывать. Нет, вы знаете, когда я сейчас... Опять вспоминать и опять запускать этот механизм осознанно дышать. Смотри, ну как я дышу, я дышу в эвейшн. Вдох, выдох, вдох, выдох. Да, я наблюдаю. Ну да. Я понимаю, почему у вас такой блеск в глазах, и вообще такое, ну, на лице написано здоровье, и... И это может каждый. Подъем такой душевный. Да, поскольку самое минимальное, что может человек получить, да, это улучшение качества жизни. Давайте не бояться этого простого термина. Каждый хочет хорошо жить. Я об этом рассказывал в одном из фильмов, документальных, которые я делал. И там говорилось о том, что вот, когда впервые Станислав Гроф приехал в Советский Союз, в Москву, у него была идея, просто это была такая задача, которую он перед собой ставил, чтобы не только психологи, не только те, кто хочет приходить и учиться, и практиковать холотропное дыхание, но чтобы обязательно прошли сеанс холотропного дыхания, или сеансы руководителей страны. И он пробовал и связывался с учеными известными, чтобы добиться того, чтобы Горбачев и другие члены Политбюро прошли сеансы холотропного дыхания. Ну, я сначала к этому, в общем, с юмором относился, а потом, когда сам прошел несколько сеансов холотропного дыхания, я понял, на самом деле, что имел в виду Станислав Гроф. И я хочу сказать, что вот иногда мне кажется, что вот надо это, может быть, в школах практиковать, я не знаю, или сделать специальный какой-то курс, в котором бы участвовали руководители, действительно, руководители нашего государства. И это может быть, как говорил Гроф, вот дыхание таких людей холотропного в состоянии вообще изменить мир, в котором мы живем. Очевидно, к лучшему. Да. Вы хотели как-то это откомментировать, нет? Я хочу сказать, что любое расширение сознания – это расширение границ восприятия, расширение впечатлений о себе и о мире. И дыхание – самый доступный инструмент для любого. Ну, то есть вот всё-таки в результате дыхательных техник человек становится другим, да? Вот он остаётся с какими-то проблемами, болезнями, ну и становится… Он становится здоровым физически, он становится здоровым душевно, он становится здоровым социально. То есть расширение границ восприятия порождает новые степени свобод и новые отношения к себе и к миру. С большей любовью, с большим доверием, с большим принятием. Вот это принципиально важно, это должно было прозвучать. Это про хорошее. Вот позвольте всё-таки здесь добавить. Лоску дёгтя. Нет, не дёгтя, а предостережение. Потому что это очень важно. Чтобы не попадать в плен каких-то иллюзий. Да. Вы понимаете, дыхательная практика – настолько серьёзное направление, и её потенциал настолько велик, что замечательно, когда туда приходит человек, взрослый, по-другому не скажешь. Потому что, к сожалению, она не сможет помочь человеку расширить свои границы, если человек не выстроен социально. Нет базового отношения к миру, что мне в этом мире безопасно. В этом случае, к сожалению, дыхательная практика может дать ему регрессивное состояние. Он опять попадёт в состояние маленького ребёнка, и тогда он будет в плену этой практики, которая будет для него своеобразным таким лекарством, необходимым оставаться в этом состоянии. И он не будет расти. Я бы назвал это неким таким психотуризмом и бегством от реальности. И многие люди как раз увлекаются этим психотуризмом. Это очень простой маркер есть этого процесса. Когда человек дышит, 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 а ему в реальной жизни ничего не происходит. И тогда спрашивают, зачем он дышит. Мне вот очень запомнилась эта фраза, которую произнёс Герман, о том, что как мы дышим, так и живём. Мне кажется, что это очень важно. И прежде чем мы встретимся в следующей передаче, попробуйте, те, кто этого не знает и те, кто не пробовал, попробуйте оценить, как вы дышите. И, может быть, тогда вы поймёте, как вы живёте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok